Короче говоря, я пошел гулять с Алисой. Лёва, братан, давай бери Алису. Пойдём. Я погнал по делам. Вечером я тебе позвоню. Если что, звони мне, говори, чё там чём почём, окей? Хорошо, да. Всё, давай. Пойдём туда. Всё началось с того, что Алиса меня совсем не слушалась. Алисса! Нужно её искать. Я с огромным трудом уговорил её спуститься и попросил больше так не делать. Нельзя так больше делать. Лёна, я же маленькая, мне пищу, может, даже конфеты. Всё равно так, что у меня есть причин. У всего есть предел. У детей нет предела. Потом Алиса увидела бы тот миньон. Пять минут стоили сто рублей. Я был счастлив угодить клемяшке. Я завис в телефоне и не заметил, как пролетело 30 минут. Минус 600 рублей. Алиса сильно захотела пить, и мы пошли в ларёк. Лёна, я пить хочу. Пойдём уже, я же сказал. Я купил газировку для себя и Алисы. Но Алиса решила, что это всё для неё. Ну, дай я попробую. Стой. В итоге она со мной поделилась. Ну, когда я попробую? Вкуснячья газява. Лёва, это моя подружка Надя, знакомься. Очень приятно. Приятно, знакомься. Скажи ей хоть имя. Меня зовут Лёва. Меня Надя. Очень приятно. Лёва, пойдём? Ты хоть нам что-то купишь? Не туши меня. Похоже, они давно не виделись. Чупиков им было мало, и они набрали игрушек. А ещё жвачек. Мои деньги утекали, как вода. Я думал, что мы пойдём гулять. Но девочки попросили отвезти их туда, где можно было посидеть. Мы оказались в кафе. Девчонки открывали свои шары, а я решил перекусить. Взял он сок. Нагетсы и фри. Себе взял Блэк Старбургер. Всё было очень вкусно. Ещё мороженое. И тут нам принесли счёт. Я офигел, когда увидел сумму в чеке. Стал проверить баланс карты, но она оказалась заблокирована. Я запаниковал. Я был в отчаянии. Но Боженька сжалился надо мной. Двёртой рябки! Да сейчас, ещё минуточку подождите, я домываю. Лёп, всё нормально? Нам тут немножко не хватает. А впрочем, всё нормально. Я повёл Алису домой. Надя пошла с нами. Братан, а ты чё такой брюмый-то? Перестань монетами шуршать. Я банкрот. Я банкрот!